Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете, что не можете разобраться в ситуации и объективно ее оценить. Ситуация заключается в том, что ваш муж занимается не совсем, так скажем, легальными и не совсем, так скажем, честными делами. Вы говорите, что у него много долгов, вы пишете, что люди про него говорят, что он обманывает людей, что он аферист и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорите, что много денег у него уходило, вы говорите, что развелись с ним, потому что у него было часто употребление алкоголя как минимум два раза в неделю, вот. И, соответственно, долговые обязательства, вот. Ну и дальше вы описываете истории, да, вы описываете истории, вы описываете операции с деньгами, вот. Их я читать, наверное, не буду, потому что, в принципе, здесь все про одно и то же, вот. Но вы говорите о том, что, в общем-то, у него были долги, ну вот, вы работали, выплатили все долги, и после, значит, вы ушли в декрет. Вы ушли в декрет, и после, значит, с небольшой разницей ушли во второй декрет. И после рождения второго ребенка начался ад, связанный с долгами, вот, вы пишете, что у вас была жилплощадь определенная, вот, машина, вам это все пришлось продать, и, соответственно, вы думали, что деньги все выплачены, вы думали, что долги, ну, как бы, что вот, долгов больше нет. Вот, в итоге это оказалось неправда, что долгов больше нет, вот. Долги, как оказалось, есть, все равно. Вот, значит, о чем вы спрашиваете, по сути? Вопрос, стоит ли вообще принимать деньги, которые он переводит сверх алиментов? Второй вопрос. Раз его решили сертификат, значит, обогнаем ему выплатить его часть в продаже приобретенного имущества в браке. Эти вопросы, я думаю, вам лучше обратиться к... По этим вопросам вам лучше обратиться к юристам, вот, это не для психологов вопросы. Вот, как реагировать на нападки в соцсетях? А как вы, собственно говоря, уже реагируете? То есть, ну, вы же уже как-то реагируете, я так вот полагаю. Вот, соответственно, как реагируете, так и вот и реагируете на это, на нападки в соцсетях. Как вы реагируете? Вот, этот момент, он, как мне кажется, очень важен. Момент того, что вы не совсем даете себе отчет в том, что чувствуете. Вот. То есть, если вы не знаете, как реагировать, то это лишь из-за большого количества чувств у вас. Вопрос заключается только в том, как мне кажется, да, что это за чувства, которые у вас имеют место быть. Что это за чувства? Какого рода эти чувства? Вы их описываете, да. У вас их много. Злость, вина, стыд и так далее. И я думаю, что, ну, коли вы просите нас оценить ситуацию, которая произошла, то давайте, наверное, в таком случае попробуем определить, а какую именно ситуацию вы хотите оценить. И что для вас, в принципе, значит оценить ситуацию? Ну, то есть, вот, например, это как? С какой-то точки зрения? С какой-то позиции? С какого-то поведения? Что это значит? Непонятно. Мне кажется, что вы не можете оценивать ситуацию какую-то. мне кажется, что вы на ситуацию можете только как-то реагировать. Мне кажется, что вот очень важно было бы, чтобы вы на какие-то ситуации, на эту ситуацию именно реагировали, то есть, замечали в себе вашу реакцию. Вот. Мне кажется, это куда более важным и мне кажется, это куда более, скажем так, конструктивным для вас. Если же говорить о чувствах, которые имеют место быть, ну вот, про ваши чувства, если мы говорим, то, естественно, их нужно проживать. Вам об этом коллеги мои уже сказали, поэтому повторяться я здесь, пожалуй, не буду. Скажу только лишь следующее, что есть причина, по которой вы, зная, что у вашего мужа есть долги, и зная, что у вашего мужа, ну вот, имелись как-то долги, да, и как вот он себя вел и так далее, вот. Вы все равно, как бы забеременели, забеременели один раз, забеременели второй раз и так далее, вот. Я думаю, что у этого есть, как бы, ну, причины. Вот. Я думаю так. Я думаю, что у вас есть, у вас были причины. Вот. И, на мой взгляд, вот, на эти причины вам необходимо обратить свое внимание. Это то, что мотивировало вас оставаться с этим человеком. Вот, обратите внимание, да, на то, что вы пишете. Все выплатили и спустя год после этого я ушла в один декрет, потом с небольшой разницей во второй. Можно, конечно, подумать о том, здесь, что, ну, прошло достаточно времени, как-никак год прошел, да, можно подумать. Ну, можно подумать, что, ну, достаточно времени для того, чтобы отношения восстановить, чтобы к чему-то прийти. Но нет никакой информации о том, что вы это делали. Нет никакой информации о том, что вы сделали это. Нет никакой информации о том, что вы разобрались с этим. Нет никакой информации о том, что вы пришли к какому-то решению. Нет никакой информации о том, что вы восстановили ваши отношения, подкорректировали их, поняли, что происходит с вашим мужем, что ваш муж что-то осознал. Нет, такого ничего нет. Вы просто говорите, что спустя год после этого я ушла в декрет. Понимаете? И вот то, чем вы руководствовались в этот момент, вне зависимости от того, что это было, является тем выбором для вас, который вы сделали. Тем выбором для нас, который вы совершили и который сейчас вас тяготит. То есть, теми словами, вы не замечаете свои потребности. Из какой потребности после того, что произошло, да, вы снова начали доверять мужу? Поверили в то, что не справятся? Не хотели выходить из зоны комфорта? Боялись какой-то незащищенности? Боялись, что сами не справились? Не привыкли полагаться на себя, на свои чувства? Что здесь? Согласитесь? Ну, как бы, непонятно, да? Согласитесь? И вот с этим нужно разбираться. На этом нужно обратиться внимание. С этим нужно работать. Понимаете? Я думаю, что вы можете при желании это объяснить. Я думаю, что вы можете при желании рассказать, почему вы так поступили. Ну, например, сказать, что я хотел детей, я хотел детей от него, я думал, что у нас все хорошо. Вот. Но я думаю, что дело здесь не в этом. Понимаете, чувство вины и стыда возникает тогда, когда мы от чего-то в себе убегаем. Понимаете, если бы вы приняли мужа, такого, как он есть, то вы бы никогда не поверили в то, что история с долгами закончилась. Понимаете? Без серьезной психокоррекционной работы, без серьезных изменений с стороны вашего мужа, сейчас он с долгами не закончился бы. Понимаете? А вы как бы с одной стороны просто приняли его изменения, с другой стороны не приняли его самого, считая долги, ну, чем-то таким вот из ряда вон выходящим, да, каким-то таким уникальным, ну, можно сказать, ну, экстраординарным случаем. Вот в этом заключается трудность. Понимаете? Да. Мы жили с мужчиной 10 лет. Это правда. И, опять же, здесь, как мне кажется, всегда, всегда были моменты, которые вас настораживают, но на которые вы предпочитали не обращать своё внимание. И дело здесь не в том, что вы должны были на них обращать своё внимание. Дело немножечко в другом. Дело в том, что не в том, что вы не обращали внимания, а в том, на что вы обращали внимание в этот момент. Что для вас сложнее это было. И вот то, что вам было важнее, сейчас вы забываете. Сейчас вы на это не обращаете внимание. Сейчас для вас важнее другое. Это первое. Второе – это личный границ. Граница ответственности. Вам уже сказали, что почему вы чувствуете стыд за долгим уже. Это очень интересный момент. Человек, который, с одной стороны, предположительно, не совсем осознанно себя ведёт. С другой стороны, который берёт на себя ответственность в том, что его не касается. Скорее всего, не берёт ответственности за себя. Я говорю здесь не про какую-то такую ответственность в бытовом смысле. Я больше говорю про ответственности, не касающиеся отношения, ценностей, чувств, свои позиции и интересов. Ведь сейчас, испытывая вот эти все чувства, кроме злости и гнева на мужа, вы придаёте свои интересы. Злость и гнев на мужа испытывать нормально. Вам необходимо их прожить. Но, в том, что касается других чувств, это следствие предательства ваших, ну, как бы, того, что вам важно, того, что вам интересно, того, что вам ценно может быть. Вот это всё вы, скорее всего, предали, забыли. Как предали и забыли себя, уйдя в декрет. Как предали и забыли себя, снова и снова доверяются человеку. Тому, кому, наверное, доверять не стоило бы в силу его модели поведения. Так же, как вы, скорее всего, не замечали каких-то моментов в поведении вашего мужа. Хотя, они были. Вот, в этом заключается, мне кажется, основная проблема. Что касается, вот, вопроса, которые вы задаёте, значит, ну, как бы, я понимаю, что решение принимать не, но у меня внутреннее обстошение и подавлю. Тут нужно смотреть, проживать это, внутреннее противоречивающее мужчину. Вот. И, соответственно, гнев на него за то, что лжёт, гнев на себя, что оказалось в этой части. Так проще всего. Так проще всего. Но вы, опять же, повторюсь, здесь не доверяете себе очень сильно, не полагаетесь на себя. Отсюда эта трудность, отсюда этот гнев на ложь. Вот. Ну, вы бы не гневались на ложь, если бы доверяли себе, если бы у вас была своя позиция. А вот себя вы в какой-то момент потеряли, к сожалению. И вот в этом смысле, как мне кажется, вам и, ну, и нужно работать в этом, как бы, направлении. Вот. Вот. Вот, наверное, как-то, как-то так. Я бы вам ответил бы с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, а, ну, с точки зрения своих, как бы, ценностей, которые у меня есть. Вот. А дальше дело за вами. Нужно разбираться, нужно смотреть. Вот. Нужно исследовать. Вам нужно ваши чувства, конечно же, проживать. Это необходимо сделать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.